Добрый день, уважаемые зрители канала Книжный Мир, добрый день, уважаемые зрители канала Михаил Орский Выжить 90-е, здравствуйте читатели издательства Книжный Мир, сегодня мы в гостях у Михаила Петровича Орского, конфликтолога, писателя. Здравствуйте, Михаил Петрович! Общий привет! Господа, небольшая ремарка, чтобы было понятно, то даже была такая реплика, что это там две видажки с одинаковым текстом. Ко мне приехал мой дорогой издатель Дмитрий Лобанов, он записывает на свою камеру, а для нашего канала Мариэль записывает на свою, на наш, на свой телефон. Значит, поэтому, пожалуйста, когда вы задаете вопросы, смотрите, на каком канале вы свои реплики пишете, потому что у меня физически, я вот в виде исключения, потому что, прямо скажем, стрельнула эта видажка с анализом книги Оси Буторина, и я в виде исключения, значит, туда зашел, там, значит, посидел, там, поотвечал, как и достойным собеседникам, как и на конструктивную критику, так и это традиционным шавкам-шакалам, которые вот тявкают из безопасного далека. Ну, раньше для этого забор был, теперь пишут в интернете, ну, что ж, назвался груздем, полезай в кузов. Я в таких случаях всегда говорю, с паршивой овцы хоть шерсти клок, а каналу продвижения. В общем, смотрите, где вы пишете, я не могу, там, отвечать на реплики и комментарии на чужих каналах. Пожалуйста, на книжном мире вопросы к Дмитрию, на выжить 90-е, вопросы к вашему покорному слуге. Дмитрий готов весь в обнимании. Собственно говоря, мы и сейчас также пишем на две камеры. Ну да, я об этом и говорю, да. Михаил Петрович уже сказал, что данное видео набрали много просмотров и также у нас много вопросов. Я прошу прощения у тех, кто задавал вопросов, я не буду называть их имена, ники, потому что также поступали вопросы напрямую в редакцию, мы их обобщили и тематически подготовили ряд вопросов. Вопрос номер один задают наши читатели и зрители. О какой репутации можно говорить тех, кто грабил, воровал, убивал? Ну, при всем уважении к задавшим вопросам, этот вопрос это сугубо дилетантский подход такой обывательский. Объясню почему. Вы понимаете, преступность существовала всегда, испокон веков. И вам, как обывателю, должно быть гораздо спокойнее, если она будет предсказуемая, если она будет в неких рамках. И поэтому в нашем кругу, там, мы абсолютно на чистом глазу, со спокойной совестью говорим о порядочности. Потому что она подразумевает, что мы не насилуем женщин, не обижаем детей, там, в более-менее зрелом возрасте не хулиганим. Мы не торгуем наркотиками, не крышуем проституцию. Вы понимаете, то есть есть некие рамки, есть некие рамки. И вы просто вот, условно говоря, я сейчас много лет на пенсии. Но 10-15 лет назад вы спросите у моих соседей, как им со мной жилось. Я в быту абсолютно вменяемый, нормальный, вежливый человек. Более того, человек, который всегда придет на помощь. И поэтому, вы понимаете, зная некие принципы, зная некие правила, вы будете понимать, что от этого человека ждать, а что не ждать. И, пожалуйста, не гребите всех в одну кучу. Михаил Петрович, когда, по-вашему, закончились 90-е в Москве и в регионах, в провинции? Когда они закончились в регионе, я не знаю, подразумеваю, что немного позже, чем в Москве, так всегда бывает. Да и в Москве, вы знаете, Дмитрий, все было по-разному. Дело в том, что, насколько я понимаю, у многих коммерсантов выработался так называемый безусловный рефлекс. И по факту уже их не от кого было защищать. По факту им уже никто не угрожал. Но они годами привыкли в определенное число посылать определенную сумму денег. И этот рефлекс у них сохранился. Ну, вроде все шло, как шло, вот так и идет. Есть вот такая графа расхода. И вот она, эта графа расхода осталась. Хотя подразумеваю, что сейчас значительно тяжелее, потому что Мишусин такую движуху навел в плане этих налогов, контролей и так далее. И по безналу уже не переведешь. А так у меня есть даже видашка специальная, которую я назвал, в начале 2000-х все было кончено. В начале 2000-х я вот для меня как звонок прозвенел. К нам пришла барменша устраиваться на работу из Химок. Погоняла, у нее так погоняла, ей такое погоняла веселушка. И вот мы сидим там, что-то мурчим, а она стоит за барной стойкой и ржет. И когда мы познакомились чуть поближе, я не спрашиваю, а что ты там стояла, хихикала первый день, прям такая эта сама. Она говорит, а мне смешно, говорит, уже такого нигде нет, а вы здесь все на умниках, кожаных куртках, такой сходняк у вас, что-то тут обсуждаете и так далее. Это же нет уже нигде. Мне-то казалось, что мы еще в тренде и так далее. Ну и вот таким образом, а потом уже и молодежь больше не приходила в коллектив. Раньше был постоянный приток, а приток этот прекратился. Вот, то есть вот после 2000 года, а там уже можно для кого-то в 2000, для кого-то в 2005. Вот я отошел в 2015, потому что просто это был путь в никуда. Это была напрасная трата времени. А в регионах? Ну я могу подразумевать, что несколько позже, но не хочу быть голословным. Не знаю. Как вы думаете, вседозвольность и безнаказанность часто сокращают жизнь себе и другим? Добрым быть дольше жить? О, Дмитрий, это философия какая-то. Я не люблю такие вопросы. Ты уж как-нибудь сам на эту тему, да. Много вопросов связаны с связях коллективов и спецслужб. Один из таких вопросов, что Сергей Иванович предполагает, что он работал на контору, так как он служил в Кремлевском полку. В срочную службу, по одной из версий. Да, а у нас какие связи, это резвитель только разве. Ребята, давайте с самого начала такой момент уточним. Все обвинения ОПГ о том, что они работают с конторой, они совершенно бессмысленны. Потому что мы говорим об организованной преступности. Организованная преступность отличается от традиционной, от профессиональной тем, что у них происходит у представителей организованной преступности в обеззаловке взаимодействие с властью. Иначе она будет не организованной преступностью, иначе это будет банда, а не ОПГ. Конечно, у всех это взаимодействие происходит на разных уровнях. У нас, например, был человек, очень талантливый коммуникатор. Он знал все дни рождения, когда у начальника пожарной части, когда у начальника этой санэпидемстанции, когда там у кого, в общем, и всех окоррумпировал. Значит, и, соответственно, там наша Нева абсолютно там спокойно дышала и так далее. Значит, у кого-то с конторой возникают какие-то отношения, они могут быть разного уровня. Значит, может быть, конторские попросят прессануть какого-то коммерса, который там с бригадой никогда не работал, а отстегивал конторским, а тут ее решил вильнуть хвостом. Значит, по-разному там складывалось это взаимодействие, но оно было. Каким образом и с кем взаимодействовал Сильвестр, я, естественно, не знаю. Поэтому обсуждать это не считали нужным. Понятное дело, что он взаимодействовал. Это понятно. Но в деталях я их не могу знать. Может, Ося что-то напишет. Мне сие неведомо. В продолжении этого вопроса, эту информацию тоже мы не раз и не два говорили. Вы можете посмотреть на нашем канале «Книжный мир». Видео «Честные чекисты». Там тоже автор издательства «Книжный мир». Александр Михайлович Платонов, полковник ГБ и ФСБ в отставке, говорит о том, что после взрыва «Мерседеса Сильвестры» ему достался кусок рубахи окровавленной. И он сделал экспертизу ДНК. И по его мнению, это был не Сергей Иванович. Ну, я просто считаю, что если бы это произошло в 2004 году, это могло иметь место. А в 1994 году все только начиналось. Какой смысл ему имел пропадать? И вообще вот все эти отставные, их нужно читать со внутренним цензором. Их почитаешь, на них все на свете работали, всех они завербовали. А если бы ОПГшники об этом рассказывали, то все было бы наоборот. Они бы сказали, да у нас все менты были на зарплате. И делали то, что мы им говорили, и то, что просили, и так далее, и так далее. Я уж не говорю про то, что этот, блин, профессор Соловей уже опять, походу, блин, жесткая нехватка денег. Значит, последнее его заявление «Пригожин жив». Да, вот они там все вместе. Гитлер, Сильвестр и Пригожин. Где-то в Аргентине. В одном коттеджном поселке. Как вы думаете, если бы не, скажем так, отдел по организованной преступности, созданный там в конце 90-х, если бы они, грубо говоря, не ликвидировали ОПГ, как вы думаете, Ореховские могли бы, так сказать, ликвидировать всех, в том числе и представителей традиционной преступности? Я не знаю, Сильвестр ставил такую задачу или нет. Потому что, вот повторюсь, это все есть на нашем канале. Вы понимаете, те, кто с ним встречался, в частности, мои старшие, остались о нем очень благоприятного мнения. И никаких мыслей, что их там приехали ликвидировать и так далее. Более того, Сильвестр один на встречу приехал. Но, прочитав книгу господина Буторина, выясняется, что у них за положняк было встретиться, вроде бы как там мирно пообщаться, порешать, обняться, а потом принять принять решение о ликвидации. Поэтому шутты узнают. Ничего не могу сказать. Понимаете, вот там Ореховский, Ореховский. Но, это, остальные-то тоже не беззубые. Поэтому вот тут есть же знаменитое, ну, как знаменитое, знаменитое, потому что я ее очень запомнил, какой-то совершенно дешевый боевик, примечателен только тем, что там играет этот Карадайн, который поколотил Чака Норриса крепенько в одном из фильмов. Он сказал о своем помощнике, который взорвался. Сказал, Джон был крутой парень, но всегда найдется кто-то, кто покруче тебя. Поэтому можно подумать, что там Ореховский, это была такая стая волков в лесу, а кругом там только травоядные бегали. Нет, были в этом лесу и тигры, и медведи, которые могли там охладить и рыси. Продолжаем кинематографическую тему. Как вы думаете, кто бы мог сыграть Сергея Ивановича в кино, в сериалах? Какой артист больше по типажу может соответствовать? Насколько я знаю, насколько я знаю, было две таких попытки изображения Сильвестра. это сериал «Банда», «Банды». И там какой-то Тадалин, по-моему, его сыграл. И сериал «Ледяной период» или как-то такое, или «Вечный», ну, в общем, что-то такое с «Холдом» связано. Вот, там играл такой известный сериальный актер, на мой взгляд, и в том, и в другом случае, мимо денег. Понятно, что это дело десятое, но, тем не менее, насколько я понял из рассказов и воспоминаний, Сильвестер отличался великолепной физической подготовкой. Как я понимаю, что это типа что-то Саша, племянника, который, на секундочку, был то ли чемпионом, то ли серебряным призером первенства вооруженных сил по боксу? СССР. СССР, да. Значит, вот, насколько я понимаю, Сильвестер был что-то его уровня, отсюда и погонял, аж он там всю свою молодость провел в спортзалах, и, кстати, благодаря этому, а не чему-то другому, он попал в эту спортроту, благодаря, не спортроту, а куда он там? Ну, вот так вот, одни говорят, кремлевский полк, другие, да, то есть там учитывалась и физическая подготовка, значит, ни тот, ни другой физически близко этому не соответствовал, и тот, и другой, такие ребята, скорее, полуменя, я вот, например, блин, выпал из головы эта фамилия, он дебютировал, играл еще такого тупого опера в бандитском Петербурге, я его на презентации видел, он значительно мельче меня, вот так вот ростом, и значительно уже, который агент был антибиотикой, по-моему, а, да, 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 вот выпала из головы его фамилия, значит, ну, понятно, что не это главное, главное харизма, вообще, я хочу сказать, что если бы вот, допустим, мы взяли бы доперестроечный период, доперестроечный период, у нас было полно шикарных типажей, которые могли бы играть лидеров ОПГ, но тогда подобных ОПГ не было, а вы только, ну, все знают, гавтык джигархамян, вечные уркаганы, а вот я специально выписал, у меня есть видашка с их фотографиями, и так далее, на канале, Михаил Жигалов, красавец какой, мало кто знает наш советский Олен Делон, Олег Янковский, блестяще сыграл уголовника по кличке Князь, значит, Юрий Шерстнев, шедевр, это Филатов, Леонид Филатов, вот, ростовские фильмы, вот, короче, он шикарно играл уголовников, даже играл этого, прошляка с погонялом «Разгуляй», значит, Юрий Беляев, сейчас он уже в таком приличном возрасте играет этот, учитель в законе, вот, сейчас, наверное, вот этих типажей гораздо больше, таких, артистов таких, но, внешне бы молодой, господи, памяти нифига нету, тоже из бандитского Петербурга, Мрель, как его, здоровяк, которого мы встретили один раз в торговом центре, в «Антикиллере» играл бригадира, шикарный дядька, и в «Антикиллере» он хорошо сыграл бригадира, лидера бригады, на уровне бригады, он сыграл отлично, но масштаб-то был гораздо больше у Сильвестра, и в этом плане я скажу крамольную вещь, вот, когда я верил человеку, и это впервые было моё знакомство с этим актёром, сериал «Мич», там коллектив, но он мусорской, это что-то типа «Белой стрелы», вот, и его возглавил там бывший опер, которого там за честность, за беспощадность, борьбы с преступностью, значит, выгнали из милиции, Эдуард Флёров, вот это был лидер, там с ним в коллективе были ребята такие, кто там из спецназа, кто из этого, из Чикринов, из ФСБ, все они пальцем деланы, но никто не подвергал, не подвергал сомнению его лидерство, вообще он такой наш русский Даниэл Крейг, с таким достаточно свирепым выражением лица, с свирепой внешностью, вот я говорю сейчас не о Сильвестре, а вообще, вот он лидера ОПГ мог бы сыграть шикарно. Михаил Петрович, Валерий, глянь, как это, главную роль в фильме «У последней черты» вы взял, прекрасно мы его знаем, выпало с головы, блин. Сейчас посмотрим. Деменция. Ты говори, говори, поехали дальше. Это не деменция, это нормально. Деменция – это другое. Поехали, да? Михаил Петрович, скажите, пожалуйста, как гражданин Израиля мог стать объединителем словян? Опять же, вопрос у Сергея Ивановича. Ну, да, такой ехидный вопрос, понимаю ваш сарказм, но дело в том, что в это время Израиль в 90-е очень легко давал гражданство, потому что наши евреи, те, кто побежал в 70-е, в 80-е, еще Солженицын написал, что что-то Израиль не содрогнулся от топота там тысячи тысячи ног, значит, эмигрирующих из СССР евреев, потому что все они, значит, тормознулись в Австрии, как пересыльный пункт, а оттуда большинство из них поехало не в Израиль, а там, допустим, в страны Европы или США. И была такая постанова, специалисты, конечно, об этом скажут лучше меня, я дилетант в этом вопросе, что если ты женат на еврейке, если там твоя бабушка еврейка или там кто угодно, значит, тут же давали еврейское гражданство. Таким образом, там оказались и Антон Малевский, и Сильвестр для этого женился, заключил фиктивный брак с Ольгой Жлобинской, по-моему. Вот, и таким образом, значит, получил второе гражданство ни с какой другой страной, скажем так, с любой другой страной это было бы гораздо сложнее. Вы знаете, то ли байка, то ли правда. Вспомнил, Уреля, ищи, сидихер, ездение сидихер, только открыл. Да ты долго ищешь кукушка. То ли байка, то ли правда, но это было и в печати, ну, соответственно, и в интернете есть, что там, грубо говоря, Иванов Иван Иванович пишет в сельсовет какой-то деревни там, Боровково, что прошу найти могилу моей прабабушки Зильбертрут Сара Абрамовна. Ему пишут оттуда из сельсовета, что там, дорогой Иван Иванович, могилы вашей бабушки Зильбертрут там, такой-то, такой-то, на нашем кладбище мы не нашли. И вот эта справка, она подходила, ну, то есть, ну, Вике говорит, моя бабушка. Да, она есть. она была. Ну, сельсовет вот такой плохой могилы не нашел. Может быть, это байка, может быть, это правда. Но на основании вот таких справок сельсовета якобы давали. Ну, в общем, они в это время всех принимали по проблемам с демографией, знаете ли, я думаю, жителям России это сейчас тоже знакомо, тоже всех принимают. Как вы думаете, что опытные, прожженные, так сказать, лидеры, участники Ореховского коллектива не смогли разглядеть, что они вырастили и выпистывали такого голема в лице Курганских? Как вы думаете, что вот так получается? Из чего наш уважаемый собеседник взял, что они там прожженные и матерые? Кто там прожженный и матерый был? Наум бывший борец, банщиком работал, потом на наркоту подсел, если мы говорим о коптерских, которые их себе подпустили и которые, и чью бригаду фактически уничтожили. Сильвестер, сильный волевой лидер, но тоже без какого-то бэкграунда, что он там, курсы по психологии, что ли, заканчивал, или он работал трактористом, служил в полку, занимался каратэ, получал удары в голову, что там не очень-то там способствовало тоже мыслительным процессам. Это он богат или плюс? Имба поперла измена лидером старой формации. Вот наш, наш, ты его знаешь прекрасно, я как такой классический кеннер, восторшенный, значит, к нам обратились, значит, у нас было звено таких злодеев, в книге они выведены, и они говорят, Миш, к нам на стоянке подошли ребята, не буду врать, по-моему, то ли кемеровские, то ли кузбасские, что-то такое, в общем, такое сибирское, и говорят, вот мы там трудимся в Москве, хотим там передавать на общее, можем через вас передавать, типа, давай, классно, через нас будет. Я полетел в парк, говорю, так-то так. Он мне ответил, не надо, не подпускайте к тебе, что бы это, что у вас, москвичи, что ли, малопорядочных? Зачем вам иногородние? Хотя он тогда еще ничего не случилось, но у него уже заранее была чуйка, что такое в теории может быть. И он всегда отдавал вероятие, это он мне не говорил, но те, кто рядом, с кем у меня были более откровенные отношения, мне говорят, он всегда отдает вероятие, вот, чтобы жили в одном районе, там где-то в школе в одной учились, росли где-то вместе, вот он вот этому отдает вероятие, ну, во всяком случае, хотя бы из одного города, а вот так, чтобы со стороны он никогда к себе не подпустит. Михаил Петрович, личный вопрос, неужели никогда у вас не было искушения максимально жестко с кем-то поступить? Почему? Уже и не раз? Понятно. Ну, тоже такая распространенная реплика, скорее, я вот добавлю, но никогда такого искушения не возникало в плане денег, я не буду там делать из себя, там, изображать из себя там эту мать Терезу и делать вид, что кровь для меня запретна, но для меня запретно зарабатывание денег с помощью крови, а за оскорбление, за честь, при защите семьи, да всегда пожалуйста, только попробуйте. Михаил Петрович, скорее, вопроса, реплика, но их встречается ни одно, ни два, это запретить, не пущать, не публиковать книги таких людей, на самом деле, мне кажется, это просто летопись эпохи, и какой смысл? с кого начнем, хочется спросить. Давайте тогда сейчас... Ну, погоди, вы говорите. Да, я на другой момент скажу, пожалуйста, бриллиантовая рука, вот давайте, без смеха, кем был Лёлик? Контрабандиста. Нет. Это понятно, а его бэкграунд? Это оборотень в погонах, это отставной сотрудник по повадкам же, А, Лёлик, да, Лёлик, да, значит, все эти его, эти план, там, обозначенные на карте буквами Н и Ж, и так далее, это человек, который официально привык планировать операции, и так далее, это Галимый, оборотень в погонах, который за что-то был выведен за штат своей структуры, и который стал преступником. Давайте запретим бриллиантовую руку. Давайте запретим Достоевского, преступления и наказания записки из мертвого дома. Какой ужас! Он описывает лагеря вообще. Лагеря описывает, не лагеря, а каторгу, записки из мертвого дома. А Гоголь с мертвыми душами. Это гимн аферия. Гимн аферия. Запретить Гоголя. Мошенникам. Конечно. Всегда, всегда вот это, была вот эта швейцарская мораль, я имею ввиду, вспоминая, ох, я застал вот эту тему, когда в советские времена, когда был один ресторан на районе, и очень обеспеченными людьми были швейцары. Такие монументальные, крупные мужчины, как правило, какие-то отставники, там, бывшие, там, я не знаю, полковники, кто-то. И чтобы зайти в ресторан, там очередь стояла, там, метров на 25. И, в общем, всем надо было что-то отслюнявить. Ему там надо было дать, там, 3-5 рублей, чтобы попасть в ресторан. И херак 90-е. Кабаки, блин, через каждые 100 метров. И вот он стоит на дверях, и, 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 что встал-то? Что у вас там, блин, битком, что ли? Уйди, здоровый. А там все, там, блин, их потом всех выгнали, потому что они, они по старой привычке в пустые рестораны пытались не пускать людей. Бред. Вот. На Арбате я вот это наблюдал. Приходишь, у него пустой кабак, а он там пытается вот это самое, значит, такого вожняка давить на входе, типа, так, что он раздумывает, пустить или нет. Как дам по фуражке, блин, сейчас. Как известно, Бутурин несколько раз просился на специальную военную операцию. Его не пустили. Вопрос, вот, опять же, тоже вечный вопрос, это заключенные СВО. Как вы считаете, нужно ли их пускать? Как мы знаем, что есть у нас и законы, и новые законопроекты. Закон постоянно меняется, туда вносятся изменения, но лейтмотив такой, что тяжелые, по тяжелым и особо тяжелым статьям, еще там связаны там с терроризмом, связанные с контрабандой радиоактивных материалов, госизменой, им не, на сегодняшний день, их не пустят на СВО. Вот ваше мнение. Я могу рассуждать об этом исключительно как дилетант. И, к сожалению, мы не видим дебатов, не видим дискуссии, мы не знаем, чем люди руководствуются, принимая такие решения. например, мы не знаем процент дезертиров, и перешедших на ту сторону, что еще более опасно. Мы знаем об одном таком случае, когда на ту сторону перешел бывший сотрудник милиции, осужденный на большой срок, и очень плохо кончил. Поэтому я могу об этом рассуждать как дилетант. Сначала сам факт призыва осужденных. Есть здесь практический аспект, есть морально-нравственный. Но практический аспект вам лучше всего ответят экономисты. Что выгоднее? Значит, содержать человека в камере, это его медицинское обслуживание, это его питание, это его охрана. Или лучше послать его на войну, и это там то же самое его питание, то же самое его медицинское обслуживание, и так далее. Но он в таком случае приносит какую-то реальную пользу, потому что, находясь в тюрьме, он в лучшем случае клеит какие-то коробки. Или там конверты какие-нибудь, я не знаю. А здесь он худо-бедно воюет, и неважно где. Это может быть Африка, откуда сейчас там, где сейчас с успехом страна за страной там вышибаются эти французские контингенты, и заходят. То есть, они будут нужны дальше. Не то, что вот все закончится, и куда их девать. Найдутся места. Второй вопрос, это моральный. Конечно, людям, чьи близкие пострадали, убиты, и они видят преступника, виновника смерти своих близких, видят, что он вернулся с легким ранением, или еще что-то такое. Конечно, им, как говорится, мучительно больно. Я говорю без иронии, ну, просто пришлось на язык. Вот. Но они не должны забывать. Вы забыли, как когда взяли Бахмут, показывали буквально гору, просто Берещагинский апофеоз войны, просто гора трупов. Да, может быть, человек, который принес вред, неисправимый вред вашим близким, может быть, ему повезло. Но десятки, сотни других остались там. И, не знаю, здесь вот человек должен как бы спросить свое сердце, свое... Нет у меня, я все-таки не этот, не душевный пастырь. Что касается указа, то если он будет принят в том виде, в котором... Закон и закон проекта. Я, конечно, в шоке, потому что для меня, вот я прочитал, мне там похеру все эти, блин, радиоактивные материалы, я прочитал то, что касается моих коллег. Не призывать осужденных за бандитизм. Депутатами, что, взбрендели, что ли? А кого тогда призывать? Закладчика, что ли, наркоманов? Они что, там, МИДы, что ли, будут закладывать на фронте или что? Ну, ладно еще там шоферы-аварийщики, там, пьяная езда. Понятно, там, они там в рулю упадут. А как, блин, осужденные за бандитизм? Это, можно сказать, единственная категория, которую не надо готовить. Они уже ко всему подготовлены. Стрелять умеют, резать умеют, взрывать умеют. Это готовые войны. Я бы, единственное, еще подумал, о чем... Я вот тоже не специалист, наверное, кто-то читал об этом. Мне эта тема никогда была неинтересна. Я поэтому так немножко из серии, возможно, кто-то мне скажет, слышал звон, да не знаю, где он. Вот во времена войны Королев же свои там физические открытия и так далее, он совершал в какой-то шарашке. Насколько я понял, это в одном месте собрали осужденных ученых. Туполев. Правильно или нет? Да, абсолютно верно. Вот. Туполев, Петляков, Королев. Значит, я в тему. Сейчас идет информационная война. Полным-полно телефонных мошенников, интернет-мошенников. Ну, конечно, мне кажется, было бы лучше там не дать им в руки там лопату или там ружье или еще они там стреляют, а посадить их в отдельный барак, компьютеры, каждому направлению. Это в США, это в Западную Европу, это на бывшую дружественную Славянскую Республику и пусть там херачат, строчат. То есть прямое... По специальности. По специальности. Всегда должна быть специализация. Человек, который занимается всем, не занимается ничем. Нужно правильно использовать. Меня поэтому все время умиляет, когда меня пытаются послать на фронт. Во-первых, я, слава богам, тьфу, 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 не сглазь, не осужден. Во-вторых, мне седьмой десяток. В-третьих, я никогда не служил в армии, никогда не пользовался огнестрельным оружием. Я что там, мишенью что ли работать буду или что вообще? Ну, бред. Я все время говорю, мэром Одессы согласен. Михаил Петрович, как вы думаете, Буторину было легко ли там остановиться, выйти из движения? Как вы думаете? Все зависело от его морального и финансового состояния. Если ему это надоело, если ему это надоело, почему не остановиться? Но многие же были завязаны на него. Ну и что? Как завязался, так и развязался. Вот я отошел. Да, с трениями, да, с проблемами, но отошел. Значит, насколько я понимаю, у господина Буторина были гораздо лучшие финансовые возможности. Он мог просто потеряться. Никто бы его не искал. Все вот эти басни про вход, рубль, выход, два, это все выдумки детективщиков. Ничего подобного. Никто насильно заставлять не будет. Отошел и отошел. Проблемы возникли бы. Если бы он собрался переходить, я тоже об этом в своих видашках рассказывал, в другой коллектив. Потому что тогда у его прежнего коллектива возникли бы вопросы, но он же все знает. Он же знает внутреннюю постановку, он знает, кто на что способен, он знает все домашние адреса, всех родственников и так далее. Ну что это? Что нам теперь, блин, всем паспорта менять, всем новые квартиры покупать? Не лучше ли это? Вот сейчас коллективы по большей части отсутствуют, но у нас появляются мигрантские мафии диаспоры. Если бы история не терпится слагательного наклонения, но если бы сейчас существовали коллективы, дали бы они достойный отпор вот этим мигрантским? Таких вопросов даже бы не возникло. Ну, во-первых, кому интересно, у меня есть видашки на эту тему, как мы решали вопросы. Именно, можно сказать, еще не с бандитами, но уже с оформляющимися такими структурами, с узбеками конкретно, с дагестанцами. Две видашки у меня на эту тему, кстати, одни из первых на канале. И я не великий пророк, допустим, свою жизнь я не не смог спрогнозировать, в частности, безболезненный выход на пенсию. Но две вещи мне удалось предвидеть. Это появление как защитной реакции русских организаций именно на на базе клубов спортивных единоборств. Потому что это естественная реакция организма. Это естественная защитная реакция русского народа. У меня произошел жесточайший рамс танки онлайн, привет, который мне как ты относишься к северному человеку, они там с мусорами, они то, они все, как ты мог. я говорю, послушай, а вот тебя несколько месяцев не было на канале, как я понимаю, ты воевал. Он армянин оттуда, из Армении. Я говорю, у вас как там, воевал исключительно басоты, или рядом воевали армянские спецназовцы, армянские гаишники, ничего? Он говорит, это другое, это война. Я говорю, да у нас тоже война. А у нас не война, вот ты сейчас танки онлайн, ты увидел Крокус, ты увидел, как вчера убили, позавчера убили парня на ровном месте за замечание о том, что машину не там ставят. А у нас не война, и при этом оставаться в белых перчатках, вот с этим я не буду, а с этим я, а у этого там есть минусы по жизни, поэтому я там с ним плечом к плечу не встану, это лицемерие. И вернусь вот к этой трагедии. А, ну вот я имею в виду, я это предсказал, я предсказал призыв, тогда не было никакой войны 4 года назад, но я говорил о том, что как надо использовать членов бандформирования, что нечего им штаны протирать в лагерях, что надо там ехать в Африку, там в Сирию, там и так далее. И вот я хочу смоделировать ситуацию. Тогда в 90-е не было у нас там ни узбеков, ни таджиков, но были азербайджанцы, торговцы-азербайджанцы. Потом я уже там с Сеймуром познакомился, с Чингизом познакомился, это урки азербайджанские. А в 90-х была масса азербайджанских торговцев. и они начинали платить денежку и с разными из них происходили разного степени, разной степени общения. Кто-то становился поближе, там кто-то у себя в кабаке накрывал поляну в своем и там у него начинали, у него, у азербайджанцев в кабаке начинали справлять какие-то наши сходники мероприятия. Кто-то стал поближе его уже начали приглашать на дни рождения и так далее. И у кого-то кто с ним непосредственно работает возникали с ним достаточно близкие отношения. И они обсуждали там и там его земляков и его родственников и что творится в районе и там что вот почему из моей деревни Фаек работает с красноярскими там вот так а у нас вот так и там а ты знаешь там приехал один крутой азербайджанец то есть фактически мы знали все что происходит в азербайджанской диаспоре в нашем районе не потому что мы вот там вели какую-то разведливую работу а потому что это было бытовое общение если бы сейчас оставались эти коллективы то естественно точно так же бы крышевали допустим таджикских таксистов и возможно какая-то информация из серии мы сдали того фраера войскам НКВД с тех пор его по тюрьмам я не встречал нигде понимаете возможно то есть скажем так узнали бы а там вот оружие привезли а вот то а вот все там туда мы сюда наркотики ну нет наркотики там привезли привезли мы бы этого не касались но конечно когда потому что 143 человека сколько невинных сколько детей мама дорогая Михаил Петрович у меня все может быть вы что-то хотели бы да в КГБ ты меня не спросил почему я спрашивал про нет да да ну ладно там был такой вопрос что-то КГБ это что что-то такого типа я вот его выписал это значит вот я на него отвечу раз уж я его выписал опять же как дилетант КГБ 90-х это что что-то такого типа может быть человек хотел тоже о сотрудничестве спросить не знаю я вот могу говорить это может быть твоим авторам будет интересно взгляд дилетанта со стороны я хочу сказать о величайшем провале КГБ 90-х и о блестящей вероятно одной из самых блестящих операций КГБ провал это безусловно их растерянность и снос памятника Дзержинскому это было я считаю что КГБ получил общественную пощечину на которую не смог адекватно ответить это конечно был позор великого и могущественного ведомства ну в глазах обывателя во всяком случае а блестящая операция это создание ЛДПР Владимира Жириновского конечно создать такую партию которая 30 лет изображала оппозицию когда умный человек определенной нации сомнительной сексуальной ориентации оттягивал на себя и изображал ярого русского националиста это конечно блестящая операция и я могу только рукоплескать автору я не думаю что на мой взгляд секрет Полишинеля потому что в определенном состоянии Жириновский сам постоянно орал что перед вами полковник КГБ Владимир Жириновский там и так далее вот и последнее Дмитрий что бы я хотел сказать ты не записал вот реплика одного из твоих зрителей это вот из серии из серии кто пишет на заборе все честные бандиты в земле лежат или на ПЖ он написал ПЗ наверное надо ну да ПЗ он наверное пожизненное заключение а кто-то интервью редакции дает делайте выводы но милейший скажите ваши критерии честности бандита вы обходили кладбище там изучали биографии всех убиенных бандитов или это так ляпнули что на ум пришло вам не пришло в голову что вот эти покойные бандиты в большинстве своем скачали скончались от употребления запрещенных веществ они могли быть честными они могли быть нечестными но большинство из них стравились или скололись это первое второе если они не стравились и не скололись то они скорее всего убиты своими товарищами по бригаде за то что неправильно делили деньги что тоже отнюдь не говорит об их честности и только третья категория членов ОПГ погибла от рук конкурентов поэтому вы предлагаете или сами делаете довольно странный вывод на мой взгляд то что я жив и здоров говорит прежде всего о том что я вел достаточно здоровый образ жизни выпивал но с каждым годом все меньше и меньше и никогда не только не курил точнее наоборот не только не употреблял запрещенных веществ но и никогда в жизни не курил но и самое главное я всегда честно делил деньги и благодаря этому я дожил до того возраста где у меня должны быть седые волосы но у меня их нет но тем не менее ребят большое Дмитрий большое спасибо что приехал в гости вам спасибо да ребят еще раз вопросы к Нижний мир к Нижний мир Лобанову да вопросы которые вы адресуете мне и ребят ну не хамите это не делает вам чести вы понимаете что вы живаго не вывезете пожалуйста общайтесь так как бы вы общались общаетесь со мной живьем я не против критики но она должна быть конструктивно объективно я тоже присоединяюсь к этому общайтесь так как как бы вы хотели чтобы общались с вами в первую очередь я понимаю что вы сидите где-то и понимаете что ответы и возмездие за хамство оно не прилетит буквально давайте будем людьми большое спасибо Михаил Петрович всего самого доброго до новых встреч до новых встреч